Модернизация нафтана позволит увеличить мощность переработки нефти до 12 миллионов тонн в год. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал гендиректор нафтана Александр Демидов. Инвестпроект, стартовавший в 2012-м, сейчас подходит к завершающей стадии. Главным его результатом станет увеличение глубины переработки нефти. Тот результат, который будет, это увеличение в первую очередь глубины переработки до 90%. Это фактически уже, скажем, европейский стандарт, который мы достигнем. Мы фактически получаем большой серьезный плюс. У нас получается больше выхода светлых нефтепродуктов. Фактически 65% будет увеличено, сегодня 55%. То есть это очень серьезный шаг в плане нашей экономики. Развернутое интервью гендиректора нафтана смотрите сегодня в программе «Панорама». Лучшие мировые практики и подходы по ведению госзакупок в рамках соглашения ВТО обсуждают на семинаре в Минске. Главные задачи – покупать дешевле и защитить свои наиболее уязвимые секторы экономики. При этом расширять и продвигать экспортеров в новые регионы. И здесь важна и подготовка нормативной базы, адаптация законов СИАЭС с одной стороны и ВТО с другой. Мы должны совершенствовать наше законодательство, чтобы соответствовать наилучшим международным практикам. Ну а процесс присоединения Беларуси к ВТО именно этой цели и служит. Внушительный арсенал оружия и боеприпасов изъяли у 32-летнего жителя Витебска. Автомат Калашникова, револьвер, охотничье ружье «Байкал», пистолет Макарова, арбалет, пневматическое оружие, дымовые шашки и более 300 патронов. Все это сотрудники ГУБОП обнаружили во время обыска. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы до 7 лет. Все это заставило задуматься над вопросом, откуда и зачем это все витебчанину. Но и самое главное, не проходит ли изъятые стволы по каким-либо иным, более тяжким преступлениям. Ответы на эти и другие вопросы в ходе расследования уголовного дела и после проведения комплекса назначенных экспертиз. Также обращает на себя внимание и тот факт, что задержанный владеет элитной недвижимостью, дорогостоящими иномарками, которые явно не вписываются в его доходы обыкновенного продавца автозапчастей. Солист Большого театра Беларуси Павел Петров признан лучшим оперным певцом престижного международного конкурса молодых вокалистов «Опералия». Он прошел в Лиссабоне. Победителя музыкального состязания определили режиссеры крупнейших театров мира «Ла Скала», «Метрополитен опера» и «Ковентгарден». Для оперной школы Беларуси это сенсационная награда. Это последние новости к этой минуте. До встречи в 19 часов. Редактор субтитров А.Семкин